Добрый день уважаемые трейдеры с вами Академия трейдинга и инвестиций меня зовут Пол Яктов Максим и текущая неделя обещает быть интересной поскольку по доллару будет много новостей то есть в среду решение по процентной ставке а в пятницу будет соответственно нон фармы но больше всего нас с вами сейчас интересует то что уже случилось а именно пятница была очень сильным импульсом бычьим по некоторым инструментам в их числе евро и австралийский доллар то есть есть еще канадец который также показал сильное поглощение в сторону тех площадок о которых мы с вами говорили по евро площадка внизу она остается не отработана то есть та которую мы с вами ждем кто-то захочет в нее дальше продавать но я считаю то что продавать против такого импульса это как минимум неправильно потому что чтобы продавать в нижнюю площадку нужен хороший сигнал сейчас сигнал есть только в покупке но из всех инструментов мне больше всего интересен австралийский доллар поскольку если посмотреть на дневной таймфрейм то то движение которое зародилось еще в начале января то есть после вот этого пин бара все вот это движение можно воспринимать как волну а и вот это то что было вторую половину января то есть медленное снижение это волна б и соответственно сейчас можно судить о том что вот это поглощение она может служить началом для именно третьего импульса то есть наверх и более того по австралийскому доллару сейчас есть очень интересная площадка которую я отмечал то есть здесь уже также давно копится ликвидность и именно по соотношению целей и импульса то австралийский доллар сейчас самый интересный для покупок и если откат вообще будет конечно по этому инструменту то я бы рекомендовал покупать то есть откат он может быть фактически в любое место то есть вплоть до каких-то местных зеркальных уровней можно дождаться цены и пытаться покупать но и также насколько глубоким будет этот откат также никто не знает но сам по себе вот этот импульс он очень хороший и цели также для него есть поэтому я советую обратить внимание на австралийский доллар и присмотреться к покупкам ну и золото она обновила верхнюю площадку но я не думаю то что будет какой-то откат поскольку на фьючерсах все-таки был захват нижнего экстремума и это не видно на спотовом графике но на фьючерс нам этот самый захват как раз таки был и поэтому я не питаю никаких то надежд на то что будет повторный пробой этой площадке потому что импульс был очень сильный и он был вызван именно проблемами с правительством потому что в пятницу даже не вышли новости по доллару из-за как раз таки шутдауна поэтому мы с вами будем наблюдать и самый интересный инструмент как я уже повторюсь будет австралийский доллар поскольку по нему есть цель и хороший импульс по канадскому доллару также можно конечно попытаться поискать продажи потому что по нему тоже есть хорошие цели ну и по евро если вы хотели продавать в эту площадку то я бы советовал как минимум дождаться чего-то другого то есть против вот этого импульса который поглотил полторы недели падения против него продавать никак нельзя и на сегодня на этом все с вами был полуяктов максим больших вам профитов и удачи